А мы снова охотимся за новыми впечатлениями. Одесская область богата зелеными туристическими маршрутами, где можно устроить хороший эко-отдых. На этот раз мы остановились в Новой Дофиновке. В этом выпуске мы постараемся максимально расслабиться и найдем душевный баланс. Мы посетим пчелиную усадьбу, где лечат сном на ульях и ароматами нектара и прополиса. Вы нас сразу ввели в такое гармоничное состояние. Вот тут гамаки. Зона отдыха? Да, везде эта зона. Здесь у нас зал, где проходят разные мастер-классы. Это йога, да? Да, йога, всякие медитации. Я тут раз в месяц провожу недели здоровья. Мы тут неделю без еды. А чем питаетесь? Ничем. Воду пьем. Водой? Да. Очищение? Да, очищение, обновление. Ну, кстати, меда. У меня другая пасека для меда. То есть это в 120 километрах от Одессы хутор Орел. Я вообще дипломированный капитан дальнего плавания. 15 лет своей жизни посвятил морю, а потом переключился на пчелы. И вот когда я для себя, собственно, открыл сон на ульях, вот тогда я понял, что вот все это, вот это то, чем я хочу заниматься. Тогда я ушел из моря и полностью погрузился в удивительный мир пчел. Вот эти вот домики, это вот полностью моя идея, моя там конструкция этих домиков. Посчастливилось поставить их в правильном месте. Вот этот вот ретрит-центр Шантамбала, тут мы очень друг друга дополняем. Многие люди, которые приезжают на ретриты, на практики, им очень нравится сон на ульях. Так же само те люди, которые приезжают просто на сон на ульях, им нравится очень находиться в этом пространстве. Расскажите нам сначала, где живут пчелы, что они там делают? Да, пчелы вот живут здесь, они живут своей жизнью. При этом они никаким образом с нами не взаимодействуют, но физического контакта. Но мы, получается, погружаемся в их биополе, они это, конечно же, понимают, чувствуют и работают с нашим биополем, если у нас есть нарушения на энергетическом уровне. В каждом улье порядка 50 тысяч пчел. Можно тапочки взять, можно босиком. Здравствуйте. О, как тут комфортно. Слышите гул. Да, я даже вибрацию чувствую. Я не знаю, как это работает, но после процедуры ощущаешь прилив сил. А вот здесь можно встретиться с пчелой. То есть она может прилететь, посмотреть на вас и улететь. Целенаправленно многие люди приезжают на сон на ульях, причем, когда они раньше у меня находились в другом месте. Некоторые люди, ну, это был ресторанный комплекс, некоторые люди приезжали целенаправленно на сон на ульях. То есть, говорит, вот рестораны, мне не показывайте, меня это не сильно интересует, мне интересует сон на ульях. Но кроме сна на ульях, больше нечем было, как бы, людям предложить. А здесь вот все-таки у людей есть больше выбор, вот именно в плане после сна на улях он может лечь в беседке, на гамаке отдохнуть. Ну, и само пространство располагает к тому, чтобы не сразу не бежать, не куда-то сразу в город ехать, а посидеть, погрузиться еще в свои мысли, расслабиться, ну, и заземлиться. Вас можно назвать апитерапевтом? Да, апитерапия – это более такое широкое понятие, которое включает и вот сон на улях, или улейтерапию, и пчеловжаливание, лечение укусами пчел, ну, и также лечение всеми пчелопродуктами. А когда активны пчелы? Когда вот сезон, когда можно приезжать к вам? Ну, для сна на улях активный период – это с апреля, с конца апреля по конец сентября. Это пчелы, когда в активном развитии, когда у них мощное биополе. Эти некоторые, типа, темнее. Темные они становятся из-за того, что пчелы, помимо того, что они собирают сюда мед, пыльцу, они еще выводят своих молодых пчел. И каждый раз молодая пчела выходит, оставляет небольшую оболочку. Эту оболочку они потом обрабатывают прополисом. И с каждым годом, получается, соты становятся все темнее и темнее. И энергетически такие соты, ну, намного полезнее. Мне они, наоборот, больше нравятся, поскольку там воска минимум, и ты их даже можешь полностью прожевывать и проглатывать. Сейчас попробуем, что это такое. И главное – полезно. Вот это вот пирга, это пыльцу, которую пчелы собирают, утрамбовывают, то, что я говорил, в соты, добавляют молочнокислое свои ферменты, происходит брожение. И вот этой пиргой пчелы кормят своих личинок. Тут получается и производство меда, и обустройство релакса. Одновременно. Да. Да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»